СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ Об этом и не только прямо сейчас, это новости. На телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Нижнекамка обвиняется в доведении до самоубийства собственной матери. Она избивала, отбирала деньги у самого родного человека, после чего та решилась на суицид. По крайней мере, так считает следствие и приводит свои доводы в суде. Мой коллега Вадим Струминский узнал, что говорит по этому поводу самообвиняемая. Эта женщина чуть больше года назад потеряла родную мать. Пенсионерка выпрыгнула из окна. Теперь дочь может лишиться свободы. Ведь именно ее обвиняют в случившемся. По версии следствия, она довела свою мать до самоубийства. Возник преступный умысел, направленный на доведение до самоубийства своей матери Мухаммадзеевой ВМ с 17 сентября 1940 года рождения путем жестокого обращения, систематического унижения ее человеческого достоинства, причинения нравственных страданий. Отбирала всю пенсию и систематически избивала. Пять лет мучений, по мнению прокурора, не могли пройти бесследно. Оттого бабушка, которой было 77 лет, решилась на отчаянный поступок и выпрыгнула из окна. Тогда эта история повергла соседей в шок. И уже тогда они говорили, это дело рук родственников. Действие подсудимой, как считает обвинение, попадает под 110-ю статью Уголовного кодекса. Это доведение до самоубийства. Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Свою вину женщина не признала. Сегодня на первом слушании по этому резонансному делу допросили свидетелей стороны обвинения. Свои показания дала и подсудимая. Кстати, ее защитники намерены пригласить на следующий процесс своих свидетелей, которые, по их мнению, могут повлиять на итоговый вердикт суда. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Персональные данные нижнекамцев стали общественными. Домоуправление, сэкономив на бумаге, распечатало объявления на черновиках. Вот только они содержали ценную информацию. С обратной стороны были копии паспортов и других важных документов. Алсор Сланова связалась с тем, кто обнаружил столь глупую оплошность, которая, кстати, является уголовно наказуемой. Хочу продемонстрировать вам объявление, которое висело на доме при входе подъезда. Оторвал его. Смотрите, что мы видим сзади. А сзади ксерокопия паспорта. Фамилия, имя, дата рождения. Все отлично видно. Мужчина, снявший видео на Химиков 38, решил проверить и остальные объявления в 6 микрорайоне. И каково было удивление. На обороте всех листов личные данные. Такое не должно оставаться безнаказанным, посчитал нижнекамец. Я возвращался домой, когда увидел, он был в шоке данного объявления. О том, что данные человека находятся в общественном доступе. Любой мошенник может ими воспользоваться. Но вы сняли видео зачем? Чтобы найти этого человека, чтобы на него дошла эта информация, что его данные, возможно же появится на нем какой-то кредит, какая-то суда или оформленные сим-карты. Человек может попасть в долговую яму легко с этими документами. Объявления долго не провисели. Видео стало отправной точкой, цепной реакцией. Увидели жители, СМИ и само Домоуправление. Коммунальщики в торопях все сняли. Начали внутреннее расследование. Был это сделано специально, либо чья-то халатность. Я был сегодня на объекте, тоже посмотрел и в интернете по поводу вывешенных объявлений. На данный момент Домоуправление на моей территории, которой это произошло, мы этим образом занимаемся и изучаем, откуда эти объявления, как эти данные вообще попали туда. История на этом не закончится. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, ведь разглашение персональных данных уголовно наказуемо. Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Коммунальщики продолжают бороться с последствиями погодных изменений. На этот раз с теми, что образуются после колебания температурного режима, то есть сосулек и наледи. Где-то наросты больше метра. Лилия Егорова узнала, кому какие сосульки принадлежат. Эту территорию лучше обходить стороной. Вот-вот сверху обрушатся огромные ледяные глыбы. Сосульки свисают прямо с балконов. По словам дворника Татьяны Зеленовой, крышу дома строителей 13 коммунальщики чистили накануне. Эта наледь принадлежит жильцам. Мы вот по поводу балкона и сосулек у вас на балконе. Сшибала вот с шестого, а седьмого вышла, а не вот так, никак не могла сшибать. Сосульки коммунальщики убирали все новогодние праздники. Работают в паре. Один кидает снег лопатой, другой при помощи кочерги сбивает ледяные глыбы. Внизу стоит техник. Следит за тем, чтобы никто не пострадал. Уже завтра, по словам работников четвертого дома управления, сосульки вырастут вновь. В этих домах скатные крыши. Отсюда нависшая наледь. И всегда здесь висят. С этой стороны нормально, а с этой они постоянно. Вон же, оттуда постоянно стекает. Мы сшибаем с этой стороны, видимо, всем по барабану. Уведомление о том, чтобы сбить сосульки с балконов, жильцы получили. Коммунальщики продолжат борьбу с наледью. Нижнекамцев же нужно быть бдительными. Не ходить под крышами домов и чаще смотреть вверх. Все 79 домов, которые находятся на территории четвертого дома управления, уже практически очищены от сосулек. Большие ледяные глыбы сейчас остались висеть местами лишь на некоторых балконах. Но отвечать за них должны сами хозяева квартиры. Так же, как и нести ответственность в случае чрезвычайного происшествия. Лилия Горова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Об этой теме нас просили рассказать наши телезрители. Если у вас тоже есть интересная тема или предложение, то связаться с нами можно по телефону 40 07 70. Пишите нам на наш сайт, его адрес ntr.ru или на мессенджер WhatsApp. Его номер 8 917 9373 077. За испеченный торт или сделанный маникюр мастером-надобником придется заплатить. С 1 января в четырех пилотных регионах, это Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, в отношении граждан, работающих сами на себя, начал действовать специальный налоговый режим. Так, государство намерено вывести из тени самозанятых. Наталья Лушникова пообщалась с Нижнекамскими доморощенными предпринимателями и сотрудниками налоговой и узнала их мнение по поводу этого нововведения. Другое имя, голос, камере спиной. Девушка не желает выходить из тени, хотя налоговая настоятельно рекомендует. Альфия сдает квартиру посуточно. С 1 января она попала в разряд самозанятых, как и многочисленные пекари-самоучки, мастера маникюра, парикмахеры-надобники. Все, кто работает на себя, не имеют сотрудников и получают доход менее 200 тысяч в месяц. Теперь они должны отчислять в казну 4% с каждой услуги, оказанной физическим лицам, 6% юридическим. Но даже такая низкая ставка воспринимается крайне болезненно. Постоянно для квартиры что-то покупаешь. Это вся бытовая химия, да, всякие кухонные принадлежности, для ванной, как бы, всякие моющие, да, там, средства. Плюс приходится обновлять постоянно постельное белье, уборка, стирка, счетчики, там, кварт, не говоря уже о квартплате, то там остается совсем мизер тебе на руки. И еще с этого придется платить налог. Налоговая служба не так категорична. Пока государство предлагает получить статус самозанятого добровольно. И много бонусов. Так, после регистрации каждому самозанятому будет начислено 10 тысяч налогового вычета. Более того, в течение года штрафовать за неуплату налога никого не будут. Плюсы данного закона, здесь я считаю, во-первых, это низкая ставка, то есть 4%, как говорил я уже, 4% и 6%. Дальше преимущества идут. Не надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Также не надо будет платить страховые износы. И не нужно будет применять контрольную кассовую технику. Вот это плюсы все есть. Минусов я здесь не вижу. Налоговая отчетность тоже упрощена до практически ее полного отсутствия. В очередях стоять не надо. Достаточно лишь забить данные в мобильное приложение «Мой налог». Зарегистрироваться можно и в личном кабинете налогоплательщика, заполнив заявление. И тем не менее, сложив все плюсы, эксперты сделали неожиданный вывод. Новый налоговый режим на руку скорее не самозанятым, а уже зарегистрированному малому бизнесу. Ведь сменив статус индивидуального предпринимателя на самозанятого, вести дела становится гораздо выгоднее. На этой волне появились люди-предприимчивые работодатели, переоформляют своих сотрудников как самозанятых, тем самым уходя от больших налогов. Как будут пресекать подобные схемы? Видимо, поправками в новый закон, ведь эксперимент продлится до конца 2028 года. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Больше года родители, чьи дети ходили в 27-й детский сад, ждут его открытия после капитального ремонта. Обновление учреждения затянулось. Некоторые, устав ждать, перешли в другое дошкольное учреждение. В чем причина задержки и когда откроется садик, узнавала наша съемочная группа. Пластиковые окна, новый линолеум, выровненные и свежевыкрашенные стены. Теперь так выглядят группы в 27-м детском саду. А еще полностью поменяли инженерные коммуникации, заменили крышу и обновили фасад. Привели в порядок не только здание самого детского сада, но и его территорию. Полностью отремонтировали все веранды, заменили пол, стены и кровлю, а также сделали специальный шкафчик для игрушек. На все потратили около 2-х миллионов рублей. Сейчас 40-летнее учреждение выглядит, будто его только построили. На первый взгляд детский сад полностью готов встречать детей. Но пока это невозможно. Нет мебели. Большая часть старой давно пришла в негодность. Посмотрите на эти фотографии, и все станет ясно. Силами дошкольного учреждения удалось приобрести только часть. За счет средств самого детского сада, заскономленных фондов, мы поставили кухонные гарнитуры во все 11 групп нашего сада. И в санузлах вся мебель приобретена за счет фондов детского сада. Это и вешалки для полотенец, и шкафчики для хозинвентаря. Мебель в приемную, в шкафчике раздевальни, в спальню кроватки, игровая мебель. Столы и столи, к сожалению, у нас денег нет. И вот сейчас мы в ожидании поставки этой мебели. В рамках капитального ремонта было выделено немного денег на оснащение пищеблока. Остальное сами. Более-менее приличную мебель руководство садика оставило. Но этого все равно не хватает. Сейчас ждут, когда учреждению выделят средства на покупку всего остального. Когда это будет, неизвестно, как и то, когда стены 27-го детского сада снова заполнятся детским смехом. Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Жители улицы Бызова уже не знают, куда обращаться, чтобы у них по одному из популярных маршрутов установили скамейки. Им они нужны в прямом смысле слова для отдыха. Ведь от рынка до дома путь не близкий. Остановиться с тяжелыми сумками и перевести дыхание негде. Светлана Шумкова продолжит. Молоко и продукты куплены. Татьяна идет с рынка домой. В пакетах необходимые покупки. Но пожилому человеку зачастую бывает тяжело. Пронести их даже несколько метров. Почти каждый день хожу по этому тротуару. Мне очень хотелось бы, чтобы здесь поставили скамейчики. Все-таки в возрасте люди. Нам хочется немножко присесть, отдохнуть. Вот с такими тяжелыми сумками мы ходим. Протяженность тротуара от Бызовского рынка до улицы Лесная примерно один километр. А живут в этом районе в основном пенсионеры. Почти все за продуктами ходят на рынок. И когда идем обратно, мы идем с сумками и поставить бы сумочки на скамеечку и самим бы присесть. Но вот мы хотим, чтобы нам поставили скамеечку. Мы просим администрацию города посодействовать в этом. Эту просьбу горожане присылали во время прямой связи с главой в декабре 2018-го. Все вопросы горожан в исполкоме пока обрабатывают. Результаты станут известны на следующей неделе. Ответы мы опубликуем на нашем сайте ntrdefiz24.ru. Что касается скамеек на этом тротуаре, люди надеются, что в исполкоме им все же пойдут навстречу и поставят хотя бы парочку. Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Новости НТР. Помогает инвалидам адаптироваться к жизни в обществе и не берет за это ни копейки. 18 лет, три раза в неделю Радик Закиров приезжает из набережных Челнов, чтобы провести для нижнекамцев двухчасовое занятие по собственной программе. За свою работу он получил звание волонтер года. Люди с различными особенностями занимаются в спорткомплексе «Шинник» благодаря Радику Закирову. Он и сам инвалид по зрению, поэтому знает подход к подопечным. Из нашей среды инвалидов я подготовил уже четырех волонтеров. То есть, когда меня не бывает на занятиях, они спокойно ведут занятия, то есть со всеми, скажем, оказывают услуги. 20 лет назад, когда Радик Закиров только начинал свою деятельность, про таких говорили просто добровольцы, благотворители. Сейчас он считается волонтером и получает различные гранты. А в конце прошлого года ему присвоили звание «Волонтер года» в Татарстане. А систему работы признали на высшем государственном уровне. В кабинете министров Республики Татарстан было совещание с моим участием. Там вынесли решение подготовить меня, и чтобы я уже с первого сентября 2019 года преподавал практику. То есть, готовил уже, скажем, инструкторов по работе адаптивной физкультуре с инвалидами. На сегодняшний день к Радику Закирову на занятия приходит 60 человек. Ни возраст, ни пол, ни диагноз значений не имеют. Здесь помогут всем. Все занятия проводятся бесплатно, да и попасть сюда может любой, кто имеет диагноз. Очень ждут здесь детей с ДЦП. Методика занятий помогает в реабилитации. Приходить можно в спорткомплекс «Шинник» по нечетным дням с 10 часов утра. В городском музее открылась выставка памяти почетного жителя Нижнекамска, общественного деятеля и первостроителя Владимира Камелина. В январе ему исполнилось бы 80 лет. В Нижнекамск он приехал в 61 году. Возводил Нижнекамский промышленный комплекс. Сначала работал механиком, в 78 году стал начальником управления механизацией. А в 87-м – управляющим трестстроймеханизацией. В 90-м году в период перестройки его избирают председателем исполкома Нижнекамского городского совета народных депутатов. В 95-м году Камелин возглавляет Нижнекамское представительство Акбарсбанка. По рассказам коллег и родных, Владимир Камелин славился не только профессионализмом. Он был прекрасным семьянином, воспитывал троих сыновей. Человек очень требовательный, принципиальный, ответственный. Конечно, сыскал уважение среди своих коллег и среди подчиненных. Никогда не ругался матом дома. Мы этого просто не слышали никогда. Вот, то есть, абсолютно нормальное общение. Мама, они постоянно читали. Телевизор у нас там немного информации предоставлял. Ну, выписывали очень много газет, журналов. Хобби-мастерская при библиотеке. Интересное направление откроется совсем скоро в детской библиотеке номер 6, находящейся на Лесной, 13. Учреждение участвовало в конкурсе компании «Татнефть». Из почти 300 проектов наши библиотекари вошли в число 44 призеров. В декабре прошлого года библиотека номер 6 получила грант в номинации «Экология» на сумму более 300 тысяч рублей. Эти средства пойдут на создание хобби-мастерской для детей, чтобы не только привлечь читателей, но и организовать им интересный досуг. На мастер-классах школьников научат мастерить подделки из природных материалов. Первое занятие состоится 26 января в 11 часов дня. Записаться можно по телефону, указанному на экране. Вообще задумано провести 10 мастер-классов, не учитывая летние периоды, используя бросовые природные материалы, а также наборы для детского творчества, чтобы дети своими руками пришли к тому, к осознанному отношению к природе. В ночь с воскресенья на понедельник нижнеканцы, впрочем, как и все россияне, будут вновь поздравлять друг друга с Новым годом. Наступит он по старому юлианскому календарю. Пусть не так масштабно и грандиозно, но горожане любят отмечать Старый Новый год. 13 января отличный повод собраться в кругу семьи и, например, посетить рождественский концерт, как у нас на святке. Пройдет он в музыкальном колледже. Перед этим в 12 часов дня на уличной площадке гостей праздника ждет культурно-развлекательная программа. Это игры, полевая кухня, выступят местные вокальные ансамбли. Через час горожан ждет показ музыкальной сказки, морозка и другие сюрпризы. Далее спортивный обзор от Кирилла Давкаева и прогноз погоды. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70. Пишите нам на наш сайт, его адрес ntrdefiz24.ru или на мессенджер в WhatsApp. Его номер 8 917 93 73 077. До встречи и приятных вам выходных. Сегодня в новостях спорта. Город готовится к матчу звезд. Нижнекамские баскетболисты отыграли в набережных Челнах. Об этом и не только. Сразу после рекламы. Триумфенкап. Три месяца 15 процентов. Шесть месяцев 17 процентов. Девять месяцев 19 процентов. Двенадцать месяцев 26 процентов годовых. 30, 80, 90. В автоцентре Марка, на Чуйково летние цены на автомобили Ниссан. Успейте взять свой Ниссан по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Только пять дней. Всероссийская ярмарка в Нижнекамске. Рыбные и мясные деликатесы. Одежда от производителя. Трикотаж. Товары для дома. Сувениры. Натуральные продукты. С 16 по 20 января. Нижнекамск. ТЦ Якорь. Корабельная 44. Второй этаж. В магазине Лифур с 10 по 20 января ликвидация женских мужских дубленок и мутоновых шуб. 250 моделей по 19 500 рублей. Всем покупателям подарки. Али. Третий этаж. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные. Для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Меньше суток осталось до грандиозного события. Пожалуй, самого главного хоккейного события для Нижнекамска в этом календарном году. Завтра на льду нефтихим арены пройдет матч звезд молодежной хоккейной лиги. Кубок вызова в Нижнекамске пройдет уже во второй раз. Впервые это случилось в 2016 году. Неделя звезд хоккея стартует завтра. В юбилейном 10-м по счету матчем за Кубок вызова традиционно встретятся сборные Западной и Восточной конференции. Сразятся сборные не только за трофей, но и за право назвать именно свою конференцию сильнейшие. Их противостояние каждый год носит принципиальный характер. И матчи неизменно проходят в упорной и жесткой борьбе, не уступая топ-поинзинкам молодежной хоккейной лиги. Из девяти кубковых матчей три завершились в сериях бросков. Еще три с разницей две шайбы, если говорить об истории Кубка вызова. При этом противостояние конференции за эти годы уверенно лидирует Запад со счетом 7-2. Итак, завтра на льду нефтихим ареной пройдет грандиозное хоккейное противостояние, пропустить которое просто нельзя. Старт матча намечен на 5 вечера. Транслировать его будет телеканал КХЛ-ТВ. Перейдем к борьбе. Нижнекамские классики попали в число призеров на республиканских соревнованиях. В поселке городского типа Руссу состоялось первенство Татарстана по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Съехались на турнир представители из 12 районов республики. Честь Нижнекамска отставили воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Динамо». В весовой категории спортсменов 80 килограммов, на вторую ступень пьедестала почета поднялся Антон Богомолов. Вторую медаль завоевал Владимир Шадрин. Весе 51 килограмм Нижнекамский классик завоевал медаль бронзового достоинства. Об игровых видах спорта. Баскетболисты первого ДЮС США приняли участие в традиционном турнире, который состоялся в Набережных Челнах. Всероссийский турнир под названием «Рождественские встречи» собрал шесть команд, девушек 2008 года рождения. Участие в соревнованиях приняли 72 юных баскетболистки из четырех городов. Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани и Жеска. Игры прошли в очень упорной напряженной борьбе, да и счет в матчах был невелик. За редким исключением количество очков превышало 30. Победителем турнира стала команда из Жеска, встретившая в финале сопротивление Набережных Челнов. Тройку победителей замкнула первая команда Казани. Нижнекамские команды под руководством Алишера Саилова, Венера Гениятова и Натальи Мочатаковой расположились на соседних строчках итоговой турнирной таблицы. Команда Нижнекамска-1 стал четвертой, Нижнекамска-2 занял пятое место. По итогам турнира были определены лучшие игроки в каждой из команд. Также по результатам матча определили и лучшего снайпера. Им стала Нижнекамка Амалия Валиулина. За пять игр спортсменка набрала 39 результативных баллов. Продолжим тему игровых видов спорта. Нижнекамские волейболисты приняли участие в открытом рождественском турнире. Турнир в Толяте проходил с 4 по 6 января. Параллельно состязались юноши и девушки. В группе юнош 2006-2007 годов рождения места на педестале почета оспаривали семь команд. Хозяева турнира выставили три коллектива, а также были представлены Новокуйбышевск, Самара, Ставропольский район Самарской области и Нижнекамская Дюса-Шабатыр. Наши парни под руководством Альбины Граханцевой смогли занять на соревнованиях второе место. Семь команд оспаривали призовые места и у девушек 2004-2005 годов рождения. Здесь были представители Самары, Уфы, Меликевского района, Тольятти и Нижнекамска. И снова наши спортсмены попали в призы. На этот раз третьего места удостоились парни. Ребят также тренирует Альбина Граханцева. С хоккея начали и мы завершим сегодняшний выпуск. Нефтехимик готовится к очередному матчу выездной серии. Приведет его наша команда в Магнитогорске. Но Урал Волчинстай отправилась из Москвы, где в очень непростом матче лишь в серии буллитов уступила Спартаку. Нелегко придется в Магнитогорске. На домашнем льду «Металлург» практически всегда оказывается сильнее нефтехимиков. В текущем сезоне и на Нижнекамской арене «Лисы» победили «Волков» со счетом 4-2. Сейчас магнитогорцы уверенно удерживают за собой пятую строчку восточной конференции, имея в активе 64 очка. Нефтехимик на расстоянии 7 очков от кубковой «Восьмерки». Подопечный Вячеслав Бусаева с 38 очками располагается на 10-м месте «Востока». Если говорить о почных противостояниях, то здесь статистика побед также на стороне «Металлурга». Уральцы обыгрывали нижнекамцев 22 раза в 32 встречах. Матч «Нефтехимик-Металлург» пройдет в это воскресенье. Начало игры в 15.00. Трансляцию матча смотрите на телеканале КХЛ-ТВ-ХД. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР. Прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спортивных вам выходных. Ну и, конечно же, увидимся в Ледовом. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. В выходные в Нижнекамске пасмурно возможен снег. Температура воздуха – минус 6 градусов. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. Снегопады сохранятся и в начале следующей недели. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Все виды медицинских осмотров, консультация врачей и дерматовенеролога, терапевта, миколога, невролога и других. УЗИ диагностика. Лазерное удаление новообразований кожи. Наш адрес шинников 43А. Гемангиомы, папиломы и моллюски. Фибромы, кандиломы и невусы. Родинки, сосудистые звездочки, рубцы. Бородавки, генитальные, подошвенные и плоские. В лазерном кабинете НКВД лечение проводит врач-дерматовенеролог Лилия Зайниевна Карпова. 41-12-71. Доверяйте профессионалам. Субтитры создавал DimaTorzok